Привет, ребятушки, с вами Лёха Братон. Наконец-то игра Heavy Rain в переводе Ливий добралась до персонального компьютера. Французская студия-разработчик Quantic Dream решила пойти дальше PlayStation'а и замутила свою приключенческую игрушку на ПК. Давайте посмотрим демо-версию, что же в ней изменилось от оригинала. О, чё нас ждёт? О, это чё, это победа, что ли? Взаимодействуйте, нажав левую кнопку мыши и выполнив указанное действие мышью. Хорошо. А, вон оно чё. Надо нажать и мышку к себе потянуть. Попробуйте медленнее. Лучше освоить контроль скорости. Ха-ха-ха, вот это да, ёдва-ля. Слушай, я так двери никогда не открывал, а? Заживаю левую кнопку мыши и мышу веду влево. Здорово, мужик. Нажимайте в САД для перемещения. Я так и сделаю, хорошо, да. А шифт, наверное, бежать нет. Мы ещё не умеем бежать. Так, куда же идёт этот мужик? Нажмите контроль для изменения ракурса камеры. Ага. Спасибо. В этой грязной, вонючей подворотне. Что же мы будем искать? И этот хрен даже зонт не взял. Прикинь, тут ливень хреначит. А он без зонта, идиот. Так, нажмите и удерживайте. Хорошо, я удерживаю. Вы должны нажать и удерживать все указанных... А, извините. Ну да. Давай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, даёт, а. Так, ещё разок, раз. Нажимаем мышку. Теперь W. Теперь сейчас будет правая кнопка. Я жму. Мужик, проходи своим пузом. Быстрее. О, ец. Никогда такого не делал. А ты не пробовал эту штуку отодвинуть, а? Тут же как бы дождь идёт, грязь смыла. Нет? Видимо, нет. А где тут знаменитые американские граффити? Опачки, чё какое? Чтобы узнать, о чём думает ваш персонаж, зажмите и удерживайте правую кнопку. Ни хрена у него рожа. Ха-ха-ха-ха-ха. Астма. Что, у тебя астма? Чёртова астма. В дождь совершенно невозможно дышать. Ага. Зажмите левую и правую кнопку мыши и быстро перемещайте мышью в указанном направлении. Ха-ха-ха-ха-ха. Слушай, вот даёт, а. Давай, ширнись, раз у тебя астма. О, хорошо. Ну, конечно, ты промокнешь, сейчас хрен знает кто. Нашёл время, да, ширяться этой штукой? Нажмите F1 для перехода в экран управления. А ну-ка. Вот, я понял. Назад. Ладно, пойдём дальше. Под этим проливным дождём. Так, и куда ты идёшь? Куда ты направился, мужик? Нихера графика, да? Офигеть. Вот это рожа. И что? Зачем нам показали его рожу? Время полночь. Количество осадков 7 миллиметров. Оно понятно. Не, не туда. Знаешь, тут управление, как резидент Эвили. Лора, ещё раз. Лорен Уинтер. А зачем мне её звать? Ну, давай. Мужик, ты охренел? Я тебя спрашиваю. А, Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Я охренею с этой США. Всё продаётся, а? Продажные свиньи, а? Вот попробуй так в России сделай, да? Сразу по морде получишь. И опять это оружие. Это, наверное, экран загрузки. Я понял. Забавный экран. Никакой такой не видел. У него взгляд какой-то стеклянный, но качество кожи офигенное. Очень качественное. Да и долго ты на меня смотреть будешь? Ты мне бесишь. Твоя рожа мне ещё приснится. Так. Лорен Уинтер. А ну-ка. Тут кто есть? Как бы тебя через дверь не прострелили? Мужик, открывай. Упырь. Не хочет открывать. Давай, короче, дойдём до последней двери. Наверное, сюда. Раз нам камера так показывает. Лорен! А вот и ты. Лорен Уинтер. Без договорённости не принимаю. А, чёрт. Стойте. Не успел. 50 баксов. Только без поцелуев и извращений. Замёк. Ты охренел. Ты за этим сюда пришёл? Я думал, какой-то детектив. Какие баксы? Ты чё, мужик? Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Занит будильник. Время вышло. О-о-о. Это мне нужно по будильнику всё сделать, что ли? Какой-то странный. Так. Бабки. 50 баксов. Окей. На стол положил. Ты чё там? Копайся, а? Так. Мне чё-то приспичило в тубзик зайти. Так ты заходи в тубзик. Блин. Ещё держать надо кнопку мыши. Ну и ни хрена тут нет в общем. Так. Давай посмотрим, что у тебя в кухне тут есть. Соп. Холодильник. Холодильник. Голосуйте. Я понял, что голосовать. Так. Лорен Уинтер. Я вообще-то не за этим пришёл. Чё ты тут мне предлагаешь? Вы бы раздевались ваше время и тюд. Вообще-то я не клиент. Хе-хе-хе. Это точно. О, чёрт, да вы коп. Да. Ну надо же, что хотите. Тест-драйв на халяву. Ага. Меня зовут Скотт Шелби. Я частный детектив. Родители жертв мастера Оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов. Я уже всё рассказал о полиции и добавить нечего. А мне ты скажешь больше. Убедить. Убеди. Давай убедим. Этот убийца всё ещё на свободе и наверняка будут ещё жертвы. Да-да. Моего Джонни нет. Какая хрен разница. Мы его поймаем. Понять. Я понимаю. Прекрасно вас понимаю. Вы знаете, каково это найти своего сына мёртвым на пустыре? Да. Уволите. Я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби. Чё-то на... Так, давай её растрогаем. Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мёртвых сыновей на пустырях. Но, вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже всё равно, а? Ну, давай. Лорен. Зима. Что вы хотите знать? Да. Видишь, получилось. Всё. Выкладывай. Так, Джонни. Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне. Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит. Так, а чё у нас тут? А отец Джонни? Расскажите о его отце. Безработный урод. Вечно бил меня по пьяни. Свалил, когда Джонни пропал, только и видели. Тряпка. Туда и дорога. Понятно. Батя хреновый был. Ты ещё и куришь? Хотите? Нет. Нет, я бросил. Молодец. Хороший коп. Молодец. Пропаганда курения на экране. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай-ка про исчезновение спросим. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Ну и сейчас проливной дождь. Все дети вернулись домой в пять. Кроме него. Так. Есть кто подозреваемый? Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Ну? И? Ну, это же так нелогично. Да что нелогичного? Выкладывай. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? Ну, может, он психманьяк. Подлец и негодяй. Время вышло, мистер Шелли. Я надеюсь, вы довольны. Проваливается. Ах, вот оно как. Мне кажется, я мало у нее выведал информацию. Уходим. Раз нас это... А, подожди, а может, что-нибудь это самое? Ну, что-нибудь еще можно ей сказать? Э? Э? И хочет он с нами говорить? Ладно. Значит, пойдем обратно. А что? Я не могу выйти. Почему? А? Если вспомните что-то... Любую макусь... Конечно, визитная карточка. Позвоните. Скотт Шелби. Вот теперь можно валить, наверное, да? Эй, эй, не туда. Дверь тут парит. Хе-хе-хе-хе. И она, конечно же, не позвонит нифига. Ну, все так. А тут у нас что? А у нас тут ни хрена. Как-то он... А, опять у него приступ астмы, да, е-мое. Вовремя, а? Мужик, бери ингалятор быстрее. Давай. Давай. Молодец. Еще раз. Что там за хрень шел? А, это клиенты ее, смотри. Опачки. Лорен, открой киса. Хе-хе-хе. Киса. Так, пойдем-ка посмотрим, что там за хрень. Опачки. Сейчас мы это дело провернем. Вышибай дверь. Хер ли ты стучишь? Дверь вырубает. Тут там ее... О. Вухо ему треснее. Да ни хрена не в порядке. Да все путем. Проваливай, косер. Ах ты гаденыш. Так. Снова ты? Снова я. Хочешь проблем, могу устроить. Да, давай. Я тебе сейчас мозги вышибу. Опа. Хе-хе-хе. Ой, мимо. Да? Ха-ха-ха-ха. Какая интерактивность. Я охренею. А? Трой нет. Ааа. Трой нет. Оба на. Слушай, они... Они сейчас всю мебель... Всю мебель сломают. Хе-хе-хе. Давай, жмем. Хе-хе-хе. Давай. Мочи его. Хе-хе-хе. Так, нормалдос. Движуха пошла. А, не та кнопка. Черт. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Блин, это забавно. Движуха-то быстро идет. О, быстрая. Опачки. Ааа. Отметели ли нас? Потому что кто-то не на те клавиши жал. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Не сказать, что вы очень... Кто это был? Бывший клиент, придурок чертов. Оборзел совсем. Я и сказала, чтобы не приходил. Но у него крутой удар с правой. Да, тебе тоже надо потренироваться, парень. Да. Спасибо. Че спасибо? Он ничего не сделал. Надо было его арестовать. Смотри, и всем пофигу, да? Соседи, никто не вышел, ни хрена. Только пришел, стол сломал. Теперь, где она будет жрать? Только на кровати или за тем письменным столиком? Вот так вот. Пришел в нормальном состоянии, а ушел почти в разобранном. Хе-хе-хе. Прикольно. Вторник, 8 утра. Количество осадков 17 миллиметров. Короче, ливень тут офигенный. Конкретный. А мужику работать надо, прикинь. Ходит, ноги мочит. Без зонта-то. Какой нормальный человек будет. Вот смотри, они все стоят без зонтов. А там, кстати, был зонт у одного. Что это за хрень? А это что за хрень? Что за паралитик? У тебя ломка, мужик. Выходим. Кто это? Это еще один детектив, Шиль? Это, наверное, уже полицейский. Так, ну давай, посмотрим, что у нас тут есть. Да, он один зонтик был. Давай посмотрим, что корреспонденты тут балакают. Дальше. Тело мальчика нашли на этом пустыре. И сегодня полиция осматривает место. Я не спрашиваю всех обновленных. Ага. А пока не на этом, что могу бы указать новички. Хорошо. Ладно, пусть сделает свою работу. Нам нужно пройти за ограждение. А вот эти, что за шибзики? Привет, ребята. Что тут? Курим опять, да? Нехорошо. Нужно пройти в эту зону, посмотреть. Ребята, я свой. О, это еще ФБР. Конечно, предъяви. Предъявляй, мужик, предъявляй. О, ФБР точно смотрю. Мне нужен лейтенант Блэйк. Он здесь. Лейтенант Блэйк? Вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Где-то здесь. Нам нужно, наверное, найти Блэйка, да? Так. Пригинаемся. Ага. Тут, короче, окружение слишком... Слишком охрененный звук. Давай мы попробуем эффекты убавить. Вот. Отлично. Нам нужен лейтенант Блэйк. Или Блэйк. Где он? О, крутые очки. А у него что, видеокамера какая-то? А, умные очки. Ни хрена у него какая-то крутая перчатка. А, чтобы взаимодействовать с очками. Так, и что ты видишь? Пока ничего не видит. Ладно. На хрена он снял? Нет. Давай-ка еще разок. Надень очки. Ты снял, ты снял, ты ладил. Ладно, будем знать, что это снимать и одевать. Точнее, надевать. Мужик, что копаемся? Видел Блэйка? Мне нужен лейтенант Картер Блэйк. Спасибо. Как раз обратимся... А, это вон он где. Так, пойдем туда. Ты бы шел быстрее, а? Шири шаг, мужик. Артур Блэйк. Да нам уже показали, не надо. Блэйк, я иду. Кто бы ты ни был, я иду. Блэйк? Это ты? Лейтенант Блэйк? Агент Норман Джейдер, ФБР. Заходил в вам участок с утра, сказали вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей, трупов, вы явились башни. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на пять минут. Я тут тебя не слышу. Минуту лейтенант. Бульдозер? Какой? Вы идете, Джейдер? Идем, конечно. А куда идем? Так, что по фактам? Убийство. Собачник обнаружил тело мальчика примерно около шести утра. Пока это все, что мы знаем. Ага. Можно не сомневаться, тут поработал мастер Оригами. Понятно. Так, а что за... Что за... Что-то они не торопятся. Так, что у нас с личностью? Жертвы установлены? Нет, пока не. Надеюсь, сегодня выйдет. Понятно. А время? А время смерти известно. Судя по трупному оточенению, меньше шести часов назад. Точнее скажет коронер после осады. Ага, который приедет еще через час. Акашо у нас по свидетелям. Свидетели есть? Пока не. Тут пусты. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то бить. Блин, это хреново. Я не желаю, чтобы журналюки ссубали сюда свои насы. Понятно. Есть литерат. Так, а шо у нас по причинам, а? Захлебнулся или утопили? Такой картонный диалог. Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Конечно, конечно. Напарники. У тебя рубашка промокла, мужик, понял? Так. Сейчас мы будем искать с помощью своего суперкрутого очка. Что мы можем тут найти? Я даже не понимаю. Так, подожди, у тебя тут стол. Кофеек налит? Ты гонишь, что ли? Какой нахрен? Так, что с погодой-то? О, видал, как он сюда перепрыгнул. На дворе осень. Не привыкли к дождям в октябре. Ну да. Да, конечно. Не привык. Очень холодно. Так, что с убийством-то? Простите, но... Да кто вы такой? Эй, ФБР. К силу показать? Хотите задать вопрос? Обратитесь гейтенанту Блейку. И смотри, какой, а? А кофеек можно попить? Простите, это у вас не кофе? Там в термосе еще осталось. Угощайтесь. Угу. Только стоите и пьете тут, понимаешь ли. А где тело-то? А, оно, наверное, в другой стороне было. Вон там. Пойдем, значит, туда. Мы что-то ищем. А вот и, значит, следы всякие. Стоп. Че тут у нас? Это заглянем в эту хреновую конуру. Посмотрим, что здесь. Тут, наверное, бомжа рожил. Точно. Запись. Жертва лежит на спине. Явных следов населения нет. Сейчас посмотрим. Опачки. Так. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Понятно. Давай теперь ноги посмотрим. О! Поверхность на рано на правом бедре. Не знаю. Поверхность на посмертную. Возможно, когда тело перетаскивали сюда. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Мы тебя поняли. Спасибо. Так, как эта хрень отключить? Вот так вот отключить. Понял. Жертва. Так, это что такое у нас тут? УРС-запись. Интереса не представляет. Принадлежит одному из полицейских. Ха-ха-ха. Кто-то что-то потерял. Так. Вот в той стороне была какая-то улика. Давай-ка дойдем до нее и посмотрим. Что это такое? Колин Смит. УРС-запись. Интереса не представляет. Принадлежит одному из полицейских. Понятно. Где-то же должна быть зацепка. Если тут полицейские все ходят, смотрят, топчут всякие улики, то наверняка что-то должно быть. Оно наверняка где-то здесь. Вот. Вот сюда давай посмотрим. Это у нас светится. Что это за след? Смотрим. Полица орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. Ага. И что это значит? Значит, ты хочешь пойти по этой пыльце, и она ведет вот в эту конуру. Пыльца на орхидеи. Нужно где-то здесь посмотреть по углам. Может быть, что-нибудь и найдем. Лихо, что этот сканер очень быстро пропадает. Ага. Он туда просто не идет. Видишь, и сразу назад поворачивает. Хорошо. Значит, надо смотреть... А, вот, смотри. Что-то есть. Это, наверное, тоже принадлежит какому-то полицейскому, да? Эй, приду... Отпечатки подошвы рядом со следом пыльцы. Ага. Скорее всего, это убийца. Мы нашли улики. Отлично. Так, и здесь он, наверное, сюда смотался. И он побежал туда. Прикольно. Ну, значит, пойдем туда. В чем проблема-то? О, да ты гонишь. Надо, наверное, зайти с другой стороны. Так, четверку нажимаем. Теперь мышку нажимаем. Теперь правую кнопку нажимаем. О, молодец. Так, и что мы тут имеем? Тут у нас... А, нам нужно наверх добраться. Спокойно. Правая кнопка мыши. Так. О, испачкался. Ну, ничего, постираешься, мужик. Постираешься. Так, на двоечку дальше идем. Дальше четверочка. Мышка. Мышка. Левая кнопка. И, наверное, будет правая кнопка мыши. Так, хорошо. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Что мы отсюда... Ты капец, испачкался. Можно было, знаешь, пройти не по земле, а по траве хотя бы. Хотя бы. Опачки. Сразу улика. Скорее всего, это убийца. Убийца, да. И куда он пошел? Он, наверное, пошел. А, ну вот же, следы ведут. Вот, капец. Капитан, очевидность. ОРС ЗАМИС. Следы шин на обочине за железнодорожными путями. Видимо, машина убийца. Полагаю, я уже нашел все, что здесь будет. Ну, да. Значит, можно что? Валить? Отседовано, да? А ты... Вау, вау, вау. Хе-хе-хе-хе. Ну, не повезло, бывает, молочек. Ага. Он, хотя уж забыл. Так. Нам, наверное, сюда... А, нам нужно к машине вернуться. Господи. Ну, тогда сворачивай свое обмундирование. Ага. Очки в грязную куртку положил. Ты еще понимаешь, что... Ну, застегиваться надо в такие моменты. Он идет, рубашечку на показ, галстучик на показ. Теперь мне нужно спускаться, да? Ну, давай. Сейчас ты проедешься на задницу. Да, точно. Хе-хе-хе-хе. О, еще упади там. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Плохой из меня интерактивчик. Я же вроде на кнопки нажимал. Давай еще и тут уляпайся. Это что за кнопка такая? Короче, ты полностью грязный, мужик. Может, мне подойти к этому, к Блейку? Сказать, что я кое-что нашел? А где тут? Он там сидит. А вот он ходит. Блейк? С тобой можно поговорить? Мужик? Да. Нет. Уйти. Поехали вместе, мужик. Ты мне куртку постираешь? Нет? А то мне самому лень. Ну и ладно, поехали. Поняли, что мы нашли что-то непонятное. Ну и что? Меня пропустишь? Слышь, мужик, а что ты не пригинаешься? А, нужно, чтобы он прошел. Теперь я прохожу. Какой ужас, а? Почему нельзя было сделать наоборот? Это очень странно. Сходись в машину. О, сейчас сидение испачкает. Ты посмотри. Грязнуля вообще. Я испачкался как только мог. Погнали стираться. Ты дам чужую машину не за день. Короче, один у нас полицейский, типа а-ля детектив. Второй ФБР. Что тут будет? Мне кажется, они потом сойдутся, выйдут вместе на одного убийцу. Но это, поскольку это демо-версия. История, которую мы только что... А, это реклама полной версии. Ну, интересно, конечно, да. Но этот интерактив, он иногда вообще забешивает. Все забешивает. Так, ребятушки, мы посмотрели демо-версию игры под названием Heavy Rain, что в переводе Ливень. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok